С нами на связи сейчас передовой Татьяна Монтьяна из Донецка. Татьяна, здравствуйте. Несколько месяцев вы там находитесь. Ну смотрите, вот нас уже здесь подводят фактически к черте, когда мы видим вот такие видео, когда нам показывают, что эти люди, которых мы всегда считали братьями своими, ну фактически становятся уже врагами. Как мы их можем иначе воспринимать? То есть уже как бы все. А ваш взгляд, кто для вас люди по эту и по ту сторону? Я не знаю, кого вы там считаете братьями, честно говоря, но полагаю, что приравнивая языковую, культурную, национальную идентичность к политической позиции, вы льете воду на мельницу Вашингтонского обкома, который именно этого и добивается. Хочу вам напомнить, что здесь есть достаточное количество украиноязычных украинцев, людей украинской культуры, которые против Майдана, которые против госпереворота. А на той стороне есть огромное количество этнических русских, которые стали нацистами и убивают в добробатах деток с Донбасса. С какой целью вы приравниваете национальную, культурную, языковую идентичность к политической позиции, спросите у себя сами. И вот тогда вы ответите сами на все свои вопросы. Вот как-то так. Татьяна Николаевна, просто мы опасаемся слишком широких обобщений, и вообще у нас есть такая презумпция порядочности людей, понимаете, презумпция качества людей. Вот так вот привыкли мы, русские люди, жить, извините. Братья, не братья, вы уточняете, какие у людей политические взгляды. А когда вы огульно говорите, что вот вы украинцы, вы вся Украина, братья, не братья, кто-то там, вы не забывайте, что везде живут люди с разным широким спектром политических взглядов. Это правда, Татьяна Николаевна. И прекратите обсуждать, что все украинцы нацисты, подонки и негодяи. Такого мы никогда не обсуждаем. Татьяна Николаевна. Которая в кавычках пишут про убитого донецкого ребенка и финансирует их кто там у вас, эхо Москвы. Напомните-ка мне. Знаем кто. Вот именно. Поэтому прекратите переравнивать национальные политики. Давайте просто вернемся, чтобы время не тратить. Да, еще раз. Конечно, никаких широких обобщений, в которых вы нас упрекаете, мы не делали. Называть всех украинцев, ага, всех украинцев подонками, нацистами и так далее, мы не делаем. Но мы пытаемся осознать перспективы того, что украинцы некие, часть, плохие, обманутые, нацистко-ориентированные, устроят на Донбассе. Одну секунду, я вопрос задам, Татьяна Николаевна, простите. Ваши ощущения, потому что все эти реляции победные украинских генералов, по поводу того, за какое время они там все это зачистят, цитирую, они не могут оставить равнодушными. Какое у вас там изнутри ощущение? Будет что-то? Очень просто. Если Россия впишется, то у Украины нет никаких шансов. Но вопрос, впишется ли Россия, что ей дороже, убитые люди на Донбассе или Северный поток-2. Вот в этом весь вопрос. Просто России надо выбрать, то ли она выбирает и позор, и войну, то ли просто войну без позора. Вот как-то так, выбирайте. Других выборов вам коллективный Запад не предоставляет. То есть, понятно, понятно. То есть вы считаете, что это неизбежно, но зависит от России? Безусловно, исключительно позиция России здесь играет роль. Или Россия говорит, что мы вписываемся и мы выбираем войну без позора. Вернее, может, даже войны не будет, если точно будет известно, что Россия впишется. Зачем кому-то идти на заведомо проигрышное дело и на смерть? Или Россия говорит, вы там сами разбирайтесь. Это ваша украинская территория. И тогда, возможно, все, что угодно, в том числе и вхождение нацистских батальонов в Донецк и тотальная здесь зачистка. Татьяна Николаевна, хорошо, смотрите, подожди, подожди. Так, друзья, давайте не хоромся. Татьяна Николаевна, скажите мне. Так, помолчите, пожалуйста, студия, прошу вас. Спасибо. Татьяна Николаевна, хорошо. А какие основания? Как бы на уровне патетики звучит отлично, правда, и всего прочего. Того, что хочет добиться справедливости быстро, парой залпов, тоже, да, всем это понятно и приятно. Но какие основания? Что Россия, вот вы говорите, значит, выбрать войну. Вот как? Вот сейчас Россия входит и что говорит? Ну вот, какое основание у нас? Несчастный Владик? Главное вам успеть, понимаете, если все-таки нацики попрут на ЛДНР, вам главное успеть спасти находящихся здесь людей. А там уже сами решают. Ну для этого они должны попереть. Поэтому мой вопрос еще раз вам. Попрут по-вашему или не попрут? Вы считаете, что они прут недостаточно? Вот я здесь два месяца езжу по линии соприкосновения. Каждый божий день людям прилетает. Их убивают, разрушают их дома. Каждый божий день. Здесь идет жестокое обострение с 20-х чисел февраля. Все безмолвствуют. И я думаю, что если бы не прилетело несчастному мальчонке, все продолжали бы безмолвствовать дальше. И это идет здесь восьмой год. Восьмой год люди живут на войне. Всем безразлично. В центре Европы людей убивают восьмой год подряд. Татьяна Николаевна, спасибо вам большое. Вы сейчас подожгли, конечно, здесь в студии. Это хорошо. На самом деле, да.